Сейчас мы рассматриваем довольно подробно положение о законах, потому что я сейчас хочу вам дать не частности, а общее положение толкования, правильно? И чтобы мы понимали, как нужно толковать, мы говорили о разных видах закона, и мы говорили о том, что иудаизм по своей форме очень разнообразен. Есть много форм иудаизма, и поэтому не должны ни в коем случае мессианские евреи считать себя какими-то неполноценными, обделенными, если они не соблюдают, я еще раз это повторяю, это очень важно, потому что это ошибка многих мессианских евреев. Мы не должны себя чувствовать себя виноватыми, или обделенными, или испуганными чем-то, что мы не соблюдаем традиции, которые приняты, например, в ортодоксальных еврейских общинах. Во-первых, есть очень много форм иудаизма, да? Во-вторых, мы уже говорили, что если взять определение Адина Штанзальца, что иудаизм – это христианство без креста, да? То есть, это нечто неполное, то мы, слава Богу, имеем крест. Да, я говорю сейчас не о символе креста, я говорю о жертве Ишуа Мессии. На кресте для меня крест – это не какой-то символ, да? Но я с напоминанием о жертве Ишуа Мессии. Он умер за нас, да? Вот, и воскрес, и тем самым искупил, оправдал нас и прославил. Правда? Вот. Мы избранные Божьи. Поэтому у нас нет никаких абсолютно причин чего-либо бояться или чего-либо стыдиться. Как говорится, есть такая поговорка, что совесть – это то, что придумали плохие люди, чтобы она мучила хороших людей. Я не призываю вас, что верующий должен быть бессовестным, но верующая совесть не должна мучить. Вообще ничего нас не должно мучить, вы понимаете? Потому что что такое совесть? Совесть очень важна и нужна, и необходима. В Новом Завете она тоже говорит, что совесть и оправдание Божье оправдывает нас совесть, и оправдывает Бог, значит, они чем-то связаны. Совесть является индикатором. Индикатором. Так же, как боль. Правда? Человек прикоснулся к чему-то, он почувствовал острую боль, он одернул руку, вот, или там зашел куда-то не туда, куда надо, он выскочил быстренько, вот, или там взялся за лампочку электрическую и отдолбануло, он же не будет второй раз хвататься за те же оголенные провода. Правильно? То есть, это необходимо. Но человек, который наслаждается своей болью, допустим, специально в патрон будет засовывать пальцы, вот, это вообще называется мазохист, да? Вот. Хорошо. Есть возможность выключить на минутку? Выключи. Выключи, да? Итак, ничто не должно мучить нас, и ничто не должно нас осуждать, если мы в Ишуа Мессии. То есть, совесть – это есть индикатор. Что-то не так, и мы не должны тянуть эту боль, не должны иметь это осуждение, и должны куда приходить? В Ишуа Мессии. В Ишуа Мессии мы должны восстанавливать отношения с Богом через кровь Ишуа Мессии мы имеем оправдание от всякого греха. Это не есть обоснование для того, чтобы сознательно грешить, правда? А это для того сделано, чтобы мы могли иметь чистоту и святость. И нет никакого осуждения тем, кто в Ишуа Мессии. Если мы выходим, мы постоянно грешим, правда? Любой из нас грешит. Вот, например, мои грехи – это я вообще такой человек привычек. Мои грехи – это на 90% мои привычки. Ну, например, я очень вспыльчивый человек. Вот, я могу наговорить что-нибудь такое вообще злое, злопамятное, ну и разные другие у меня привычки есть. И, естественно, я от них стараюсь избавляться. Иногда что-то скажешь или что-то сделаешь, а потом думаешь, ну да, я бы этого не сделал. Как я смотрел однажды один фильм американский, там, значит, два негра друг другу поспорились, один другому говорит, знаешь, говорит, если бы я не был верующим, я бы тебе так дал под зад, что ты головой пробил бы эту витрину. Правда? Вот, но Ешвей Мессия дает нам возможность не грешить и изменяет нас. Поэтому, то это же причина и закона. Видите, когда осуждается, как бы, закон временно, да, то не осуждается закон вообще, а осуждается то, что если мы продолжаем думать, что мы что-то не выполнили, что-то сделали не так, да, мы сами себя ставим под осуждение. Но если мы приходим к Ешве в Мессии, то эта власть осуждения, она исчезает. Да, поэтому сказано, что Ешве прибил к кресту, да, вот этот закон, осуждающий нас. Но это не причина для того, чтобы не выполнять законы Божьи. Просто если мы по какой-то причине не выполнили этот закон, значит, мы должны исправлять свои отношения с Богом. И в отношении как индикатора, как индикатора боли, закон продолжает существовать и для нас. Правда? Потому что без закона, жизнь без закона – это не благодать. Жизнь без закона – это беззаконие. И только. Правда? Благодать нам дает возможность быть под законом, исполнять закон, но не быть под законом, в смысле под осуждением закона. Но, выполняя закон, мы не под законом, не под осуждением закона. Еще бывает у мессианских евреев часто страх. Ну, естественный страх евреев вообще, чтобы не побили. Да, помните, вот, не часто были. Во-вторых, страх того, что нас не поймут евреи, страх того, что нас не поймут христиане. Единственный страх, который мы должны испытывать – это страх Божий. Правда? Об этом говорит Тора. Есть… Дерек Принц говорит о четырех видах страха. Это есть страх естественный, но это нормально. Если вы чего-то испугались, вы находитесь на высоте, вы же не будете прыгать вниз. Допустим, или машина где-то выскочила быстро, вы испугались, отскочили, и там на войне страх – это нормальный страх. Второй страх – это демонический страх. Это ненормальный страх. Каждому из нас приходилось испытывать демонический страх. Чаще всего этот страх бывает без причины, или тогда, когда причина явно не представляет для нас опасность. Вот представь себе, часто бывает тоска, какое-то чувство тяжести, давления, страха, ужаса, ожидания чего-то, даже непонятно чего. Правда? Вот этот страх демонический. Или различного вида фобии. Всякие фобии. Есть клаустрофобия, агорафобия, арахнофобия, боясь быть на высоте, боясь быть в замкнутом пространстве, боясь пауков и так далее. Всякая фобия – это является демонической. И в данном случае нужно просто освобождение от демонического страха. Третий страх, который часто одолевает нас – это религиозный страх. Мы сегодня будем рассуждать о религии, о религиозности. И религиозный страх, видите, вот, если мы будем говорить об той истории, которая происходила перед 15-й главой Деяния апостолу, пришли некие люди и начали запугивать неевреев, которые в церкви, да? Если вы не примете геюр, понимаете, не будете обрезываться, я бы тут правильно перевел, не примите, геюр. Потому что здесь имеется в виду обрезание, не как обрезание, механическая операция, а именно обрезание с целью принятия всего вот этого фарисейского закона, который не является законом Божиим, да? Помните, мы говорили, что в фарисейском законе или в устной торе там есть Божие, есть человеческое. Человеческое может быть хорошим, нельзя вырешивать. Человеческое все плохое, да? Но есть и бесовское конкретно. Вот они требовали, чтобы люди всю приняли вот эту тяжесть навороченных друг на друга законов. И если вы это не примете, помните, как я говорила, вы не будете иметь спасение. То есть это какой страх? Это вот религиозный страх. Религиозный страх проявляется также в духе контроля. Очень страшно, если, допустим, в общине еврейско-мессианской начнут каким-либо образом контролировать. Вот ты еврей, а ты не еврей, да? Ну, есть такие вот законы, если так подходить. По закону необрезанный не может есть Пасху, да? Это что получается? Что мы необрезанных членов еврейско-мессианской общины не должны допускать к пасхальному служению? Правда, это совершенно другое имеет значение. Это говорит необрезанный, а человеке, который действительно не получил обрезание сердца своего, да? Есть такое выражение? Вот, потому что есть, вы говорили уже, что такое орла, и из Торы трудно понять, что такое орла, потому что есть говорят, что это народ с необрезанными ушами. Я сразу вспоминаю о собаках, которых, знаете, обрезывают уши, да? И с необрезанным сердцем. Это тоже не значит, что нужно делать операцию, да? Вот именно человек с необрезанным сердцем, который будет приходить на Пасху, и помните, есть такая о четырех сыновьях притча. Кстати, это не о пришельце, а сыне, да? Говорит, говорит, ну что это у вас тут за служение? И тогда сказано, притупи ему зубы и скажи то-то и то-то и то-то. Помните, притча о четырех сыновьях? Вот о таких людях необрезанных говорится. То есть, мы должны иметь правильное духовное понимание. Я в любом случае считаю, что мы не должны делать большую разницу между верующими в Ешуа евреями и неевреями. Но в то же время разница определенная есть. И мы знаем об этом, правда? Если мы возьмем Писание, да, если мы возьмем Писание, второе Коринфянам, вторая глава, да, второе Коринфянам, вторая глава, так, где тут признан необрезанный, необрезанный, не скрывайся. Ну-ка, давайте посмотрим. Или это первое Коринфянам? А? Так, сейчас-то идемте, давайте. Сейчас где-то. Выключите пока на минутку. А ну найдите. Это призван обрезанный призван? Призван необрезанным. Включаю. Да, найдете это место. Что, значит, если кто-то призван обрезанным, да, то не стесняйся своего обрезания. Почему? Потому что, а вы ищите это место. Там у меня 18-20 стихи, а вот какой главы я что-то пропустил. Итак, если кто призван обрезанным, то не стесняйся, потому что вы помните, среди эллинистов было такое, что даже делали обратную операцию пластическую. То есть, они стеснялись обрезания и делали, брали кусочек с кожи, да? А? Седьмая. Вот, давайте найдем. Первая коринфянам, седьмая глава. Хорошо. Ага, вот здесь у меня заложено. Так. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в заплетении заповеди Божьей. Каждый оставайся в том звании, в котором призван, да? С 18 по 20 стих. Потому что некоторые обрезанные скрывались и делали даже обратную операцию. Пришивание. Да. Это на полном серьезе. Такие операции брали кусочек с кожи, с руки или с бедра и пришивали там то, что было отрезано. Этого некоторые сниснялись. Но если кто призван обрезанный, не стесняйся. Кто призван необрезанный, не обрезывайся. Опять-таки это говорится не о том, что обрезание это нечто такое ужасное, страшное, да? Я еще раз говорю, что в этом отрывке и логически понятно, когда говорится об обрезании, здесь говорится о принятии гиура со всеми соответствующими прибамбасами. Правда? И вот это уже страшно. Поэтому кто был необрезанный, значит, пожалуйста, обрезание ничто и необрезание ничто. Поэтому я еще раз говорю, не надо так вот строго делить еврей-нееврей. Были, помните, геры, которые выполняли семь заповедей, да, ноя, и были праведны перед Господом, были геры, которые выполняли дополнительно из мотива любви Господу, их никто не заставлял, еще другие заповеди, и слава Богу, и некоторые даже обрезались, но это не всегда становились они при этом ортодоксальными иудеями. Здесь вопрос стоит именно о принятии ортодоксального иудаизма во всей его полноте. Вот, поэтому, допустим, вот есть некоторые авторы, они разделяют все-таки евреев и неевреев, даже немножко в какой-то степени Давид Стерн или Давид Штерн этим грешит, я с некоторыми его выводами не совсем согласен, мне нравится его книга, вот, которая называется Давид Стерн «Мессианский еврейский манифест». Обязательно прочтите. Но некоторые вещи мне не совсем приятны, потому что он разделяет, например, евреев и неевреев, и говорит, что надо больше все-таки на лидерство выдвигать евреев, чем неевреев. То есть, это какая-то расовая дискриминация. Никакой дискриминации в этом отношении не может быть. Если ты носишь кипу, можешь носить кипу, если не носишь кипу, можешь не носить кипу. Но если ты еврей, все-таки лучше носить кипу. Опять-таки, это как и обрезание, не должно быть снаружи вылазить. Да, да, понятно. Опять-таки, можете не еврея одеть кипу, можете одеть цицид, можете не одеть цицид. Но, кстати, если вы цицид просто на рубашку или на пояс пришиваете, вы не выполняете заповедь, потому что должно быть Если уже выполнить хотите заповедь в полной мере. Поэтому нет никакого осуждения, которое делает и не делает. И если какой-то нееврей захочет обрезаться, пожалуйста, делает, пусть обрезает. Но я против категорически Гиора. Помните, мы говорили? Потому что мессианскому еврею в таком случае делать абсолютно нечего. И каждый оставаясь в том звании, которым призвано. Видите, мы есть евреи, и мы есть неевреи. Да, и Бог призвал и евреев, и неевреев в еврейскую мессианскую общину. И у нас у каждого есть цель и призвание. У каждого человека. И есть цель и призвание для евреев в мессианской общине. И цель и призвание для неевреев. Я поощряю вам искать свои еврейские корни. Но это не является обязательным. И не нужно выковыривать еврейство там, где его нет. Вы знаете, те люди, которые вот таким образом становятся евреи, они часто даже становятся неумеренными, ревнительными даже в большей степени, чем евреи природные. Вот в этом отношении мне очень нравится пророчество относительно церкви и евреев, которое дал Ричард Вурбранд «Христос на еврейской улице». Я советую каждому из вас прочесть две его книги. Мы в прошлом году разбирали, да? Это «Христос на еврейской улице» и «Христос спускается в тюремный ад». И вот что он пишет. Что касается христианской церкви, мы все еще живем в доисторические времена. Различные конфессии – это всего лишь части каркаса того гордого и величественного здания, которому еще предстоит быть возведенным. «Евреи, обращенные к Иисусу, призваны дать миру жизнь и спасение неевреев, давших то, что они сумели дать пробудить евреев ревность своему Богу». Это Ричард Вурбранд «Христос на еврейской улице», я читаю. Я записал это в свою Библию, потому что это для меня очень важно. Итак, евреи, обращенные к Иисусу, призваны дать миру жизнь и спасение нееврею. Что есть спасение евреев? Это жизнь из мертвых. Если мы посмотрим внимательно 11 главу Римляна, там написано слово «до времени полноты язычника», там именно вот это слово «до времени», и полное число, там число, слово стоит опять-таки в скобках. Там этого слова в оригинале текста нет. Это опять-таки мы говорили бедраж, толкование. В действительности есть какая-то полнота восстановления церкви без евреев, но потом церковь без евреев не сможет быть восстановлена. И дальше необходимы евреи. И вот эти евреи, они дадут что? Жизнь. Дадут особую жизнь. Ибо именно евреи, призванные и одарены Богом, способны сюда дать истинное внутреннее содержание христианской церкви. Вот это внутреннее содержание еврейское было утеряно. Затем оно восстанавливается, да? Но без евреев церковь не может быть восстановлена. Не смотрите на то, какова эта церковь сейчас, но представьте себе, какой она будет, когда евреи, которых она ждет, станут христианами и придадут ей нравственную красоту. Тогда она станет единой и будет излучать любовь. Помните, в 17 главе Евангелия от Иоанна Ишо молится о своих учениках и говорит, что главное – это единство. Если мы едины, то тогда все увидят, что мы ученики. Вот страшное время было, например, 150 лет, я уже говорил, религиозных войн, когда протестанты и католики уничтожали друг друга. И дьявол, наверное, в это время радовался больше, чем в любое другое время в истории человечества. Правда? И есть много разных динаминаций, которые разделяют друг друга. И мы говорили, что теология, она сама по себе мертвая, без Бога, да, она разделяет. Когда теология становится Богом, это страшно. Теология – это хорошо. Но когда она занимает место Бога и становится Богом, это очень страшно. Потому что люди разделены. Но, вы помните, евреи, они дают единство и любовь. Они дают единство и любовь. Без евреев мы не можем иметь полноту. И это не значит, что евреи должны стать пятидесятниками, да, и так далее. То, что сейчас есть еврейские мессианские общины, я верю, это тоже временный переходный период. Потому что все-таки как-то не должны вот так сильно уже отделяться. Но, я думаю, просто будет еврейство, в церкви все больше и больше восстанавливается. Мы будем об этом говорить, о четырех принципах риудаизации христианства. То есть, утерянные будут восстанавливать. А что же должны делать неевреи? Они евреи должны служить евреям. Ничего в этом плохого нет, да? Вот моя жена, она служит мне. Она молится за меня. Мы молимся вместе утром и перед сном. Вот, она постоянно помогает мне. Ездит со мной, например, в Ильичевске. Там тоже молится, поддерживает меня. Некоторые вещи в Библии она мне очень дает, мудрый, помогает. И она является моим помощником. Некоторые женщины, это не по-божьей, да? Не по-божьей. Они становятся главнее своих мужей. Я не буду хвалить свою жену. Если я что-то хвалю, значит, у меня потом бывают проблемы. Но я хвалю Бога, который дал мою жену. И вот недавно у нас 30 лет было, как мы жили вместе. За все я хвалю Бога, Господа нашего. И хорошо она поступает, правильно? Да. Она помогает и поддерживает меня. Вот те мужья, у которых хорошие жены, они всегда идут наверх. Те мужья, у которых плохие жены, всегда тонут. Правда? Поэтому сразу можно определить, у какого человека какая жена. И как-то так. Была проповедь о сосудах. Ну, она говорит, что же ты говоришь? Ну, хорошо. Ну, вот ты, говорит, сосуд, а я кто? Ну, я говорю, а я чашка, а ты блюдечко. Правда? Блюдечко ставил на чашку. И разве будут ущемлены неевреи, если они будут в таком положении по отношению к евреям? Многие любят еврейский народ отвлеченно. Я знаю многих людей, которые любят еврейский народ отвлеченно. Но я знаю очень мало христиан, которые по-настоящему любят конкретных евреев. Поверьте мне. Правда? Вот. Поэтому вот эта задача. Да? Будут они, будут, смотрите, цари носить евреев на руках. Кто такие цари? Христиане – это цари, это царство насыщается. Они носят евреев на руках. И это большая радость, и это большая привилегия. Весь антисемитизм идет из-за того, что люди обижаются на избранность еврейского народа. Но избранность – это еще и большая ответственность. Правда? Вот об этом люди забывают. И, во-вторых, неевреи должны подать евреям ревность. Да? Ревность по Богу. Об этом же пишет апостол Павел. То есть, соблюдая еврейские законы совершенно добровольно, и соблюдая их особым чудесным образом, когда они не только соблюдаются на служении, а в оси жизни человеческой, эти неевреи будут побуждать евреев к соблюдению закону. И это очень хорошо. Я говорю, что каждая община имеет право устраивать свою глуху. Есть общины еврейские и мессианские, которые находятся на базе каких-то более ортодоксальных традиций. Да? Эти ортодоксальные традиции, они могут воплощать свою жизнь. Но традиции не должны заслонять ишево-мессии. Есть еврейские общины, которые состоят из евреев, неевреев, полуевреев, четверо евреев, ну, в общем, идущих из этого мира. И не надо им вводить вот эти вот особенные еврейские законы, особую там еврейскую одежду или особо вот такое вот еврейское служение. Но я думаю, что чтение Торы и разбор Торы – это очень хорошо, да? Вот, по субботам. Пожалуйста. Ну, по вопросам танцева – это вопросы культуры и так далее. Это мы будем сейчас разбирать. Потому что не надо теологию путать, не надо путать Божье с культурой, с культурой человеческой, которая, она идет именно от человека. И это тоже хорошо. И еще что важно, чтобы все были в единстве. Видите, Бог создал так, что разные церкви, они по-разному верят Богу. У них разная литургия. Одни танцуют, другие не танцуют. Поверьте, там, где, допустим, не танцуют, Дух Святой действует не меньше, чем там, где танцуют. Просто у них другое отношение, у них другие культурные, свои определенные, свой культурный, религиозный опыт. И поэтому я, например, смотрю не так. Некоторые говорят так. Ну, вот вы знаете, раньше были католики. Лютеране, да, вот они выше католиков. Ну, лютеране и то. А вот баптисты, конечно, они выше лютеран. А пятидесятники еще выше лютеран. Ну, харизматы это вообще, ого, круто. Ну, а бессианские евреи, они еще покруче харизматов будут. Вот это неправильно. Абсолютно, сто процентов неправильная позиция. Мы, божий пазл. Знаете, пазл. Такие вот делаются картинки, потом их разрезают. И так, что их можно соединить. Они все разные, да? Но когда ты правильно соединяешь, получается единая прекрасная картина. То есть, единство, еще раз говорю, это не однообразие. Потому что, допустим, некоторые думают, вот есть евреи, я вот пятидесятническая церковь, которые должны евреи стать все пятидесятниками. Проблемы никакой не будут. Есть, кстати, мессианские и еврейские общины с пятидесятническим служением, да? И с харизматическим. И есть даже с католическим служением. И это нормально. Потому что мы будем говорить об этом. Служение, оно не в области теологии идет, а в области культуры. И это все правильно. Ну, нас не должен никакой мучить. Вот дьявол, который будет нас осуждать и говорить, что вот мы не такие, а другие такие. И кто-то имеет выше полноту, и кто-то меньше. Вы знаете, в католической церкви сейчас тоже Дух Святой так действует. Я верю, что это потому, что они покаялись по отношению к евреям. А в православной тоже есть. Ну, видите, те люди, которые православной церкви, последовательные имения, например, да? Или обновленцы. Они просто составляют сейчас мячество. Я просто думаю, что надо молиться. И будет обязательно пробуждение и в православной церкви. Потому что это тоже тело Христово. Я не считаю телом Христовым, например, свидетелей Иеговы. Потому что тут явное заблуждение. Я еще раз говорю, что общее у нас должно быть это отношение к спасению. Мы получаем спасение только через жертву Ишуа Мессии. И католики и православные, и так далее. И Ишуа Мессия имеет уникальное значение, потому что Он совершенный Бог и совершенный человек. И я в это верю. Это вовсе не много Божьих. Это как раз единство Божие. О котором говорится Шма – Исраэль. Адонай – раз. Элогейну – два. Адонай – три. И все это – Эхад. Правда? Об этом даже в нашем символе веры говорится. Вот. Ну, свидетели Иеговы говорят, что Ишуа – он только сотворенный. Поэтому они не правы. И они не могут быть телом Христовым. Ну, вот, например, адвентисты седьмого дня. Это пример культа, который был культ, основанный Еленой Уайт. Видите, кто-то получает откровение. Иногда правильно, иногда неправильно. Иногда он правильно трактует, иногда неправильно трактует это откровение. И уже всю остальную теологию строят на основании этого откровения. Елена Уайт. У нее тоже, кстати, были еврейские корни. Она имела видение. Уайт она по мужу. Она имела видение, что открыт ковчег, и там находятся скрижали, и четвертая заповедь сияет. Поэтому она поняла, что четвертая заповедь – это важность о субботе. Почему это произошло? Потому что была большая группа верующих в Соединенных Штатах Америки в середине XIX века, которые ждали конца света. Адвенчер – это пришествие Божие. Мы все адвентисты, потому что мы все верим в приход Мессии. И даже ортодоксальные евреи и хасиды – они тоже адвентисты. Потому что они верят, что Мессия придет. Ну, какой Мессия? Некоторые считают, что он уже пришел. Типа Любовичевского рэба. Но он не воскрес, в отличие от нашего Мессии. Правда? Ну, эта группа людей верила, что скоро наступит конец света. Один раз предсказали – не прошло. Другой раз предсказали – не прошло. Потом они начали думать, почему же это происходит. И вот они разделились на свидетеля Иеговы и адвентистов седьмого дня. Адвентисты седьмого дня сказали, что вот Елена Вайта сказала, знаете, Мессия не пришел, потому что христиане не соблюдают субботу. И, вы знаете, это тоже очень еврейская мысль. Потому что у евреев есть такая мысль, что если все евреи всего мира хотя бы два раза подряд будут соблюдать субботу, то Мессия придет. Правда? Евреи – они самые крутые адвентисты. Поэтому Елена Вайта начала говорить об этом. И это правильно, это хорошо. Но когда стали говорить, что вот Иисус придет с небес и скажет, а ты соблюдал субботу. И тот, кто не соблюдал субботу, пойдет в ад, да? А тот, кто соблюдал субботу, пойдет в рай. Кстати, есть пятидесятники, соблюдающие субботу. Не только есть адвентисты, не соблюдающие субботу. Есть пятидесятники, моющие ноги и не моющие ноги. И это тоже не является критерием спасения. Некоторые говорят, что вот если не будешь мыть ноги, то не имеешь счастья со мной. Там вещь, которая имеет духовное содержание, была в тринадцатой главе Евангелия Теана. И поэтому такие субботники, естественно, не являются нормальными верующими. Потому что все, что мы прибавляем к спасению через кровь Иисуса и Мессии, через его жертву, это ересь. Это однозначно. Также самые еретиками являются некоторые пятидесятники. Как говорят, старые пятидесятники или дикие пятидесятники. Мне с такими приходилось встречаться. Которые говорят, что если ты не крещен Духом Святым со знамением языков, то ты не спасен. Я говорил, говорю и буду говорить, что это абсолютная ересь. Понимаете? Да, ничто не может играть роль спасения. Но в смысле нашего призвания, в смысле нашего культурного наследия, мы разные. И это хорошо. И благословен Господь, что те же самые адвентисты седьмого дня, в отличие от свидетелей Иеговы, уже пришли действительно к подлинному пониманию спасения. Те, которые говорят, что суббота – это хорошо, но оно не имеет к спасению никакого отношения. Ну, субботник их называют. Или раньше жидовствующим, или иудействующим. Я сейчас не буду углубляться в эту историю. То есть, вы должны понимать. Также, по вопросу евреев и неевреев в общине. Итак, еще раз подытожу, что, безусловно, можно считать евреем того, у которого оба родители евреи, или один из родителей евреи. Что касается четверть евреев, я рекомендую такому человеку серьезно подумать о самоопределении. Все-таки, почему я считал бы таких людей евреем? Прежде всего, для антисемита четверть еврей – это все равно еврей. Соласты. И Гитлер это подтвердил. По согласно закону Гитлера, такой четверть еврей, безусловно, подлежал бы уничтожению. Еще важным фактором, и я сам на себе это испытал, что в воспитании ребенка участвуют не только отец и мать, но и бабушки и дедушки, которые могут с детства привить ребенку вот этот особый аромат еврейства. Что же касается проблемы обрезания? Видите, следует ли обрезаться мессианскому еврею? Это важно еще потому, что у нас бывшие в Советском Союзе все-таки большинство евреев обрезаны или не обрезаны? Большинство евреев не обрезаны. Кстати, вы знаете, что все евреи, которые родились в пустыне, за 40 лет путешествия, они были не обрезаны. И потом только, когда вошли в Израиль, обрезались. Может, и я так сделаю. И, кстати, были обрезаны и неевреи. Например, Людовик XVI и русский царь Петр III. Вы знаете, что они были обрезаны, хотя и не были евреями. Они были обрезаны по медицинским показаниям. Итак, что такое обрезание? Это обрезание знака Завета. Мы будем говорить о том, что это Завет еще даже с Авраамом. Но есть обрезание и есть гиур. Помните, мы говорили. Обрезание и гиур – это совершенно разные вещи. И ортодоксальный гиур я бы все-таки не советовал. Но, видите, обрезание – ничто, не обрезание – ничто. Но есть нечто особое в еврействе. Поэтому я все-таки тех, которые определяют себя евреями, советую обрезаться. И то, что говорят, берегитесь обрезания, то это о чем говорится? Опять-таки о том, что неевреи не должны принимать на себя, как я уже говорил, обрезание вместе с фарисейскими законами. Не еврей, который хочет обрезаться. Пожалуйста. Но это нужно делать, я думаю, в медицинском учреждении. И не нужно для этого обращаться к равенам. Ну, мэль – это обрезание в детском возрасте. Я потом вам объясню. С медицинского точки зрения. Взрослые – это немножко разные вещи. В детском, естественно, это проще. Вот еще такой вопрос. Можем ли мы именовать своих лидеров пасторами или равенными? Как вы считаете? Да. Только рукоположные. А можем равенными считать? Нет. Почему? Ну, как мы, в основании, должно быть и духовная власть. А равен не имеет духовную власть? Нет. Если рукоположные, может, я вообще… Подождите, значит, смеха, рукоположение в христианстве как раз именно пошло от рукоположения еврейских равенов, а не наоборот. Я еще раз говорю. Можем ли мы называть своих лидеров равенными? Конечно, теперь да. Да. Потому что, еще раз говорю, есть некоторые учителя, которые будут приезжать к вам и говорить, что, ну, знаете, для того, чтобы он равен, он должен окончить ешиву, даже если он мессианский еврей. Я вам честно скажу, что это совершенно… я с этим не согласен. Видите, значит, пастырь происходит от слова посту, да? Видите, если я… Роэ, роэ, если я через алиф пишу, то это означает вижу, если через айн, то это, значит, смотрю. Этому соответствует греческое слово епископос, да? Эпи – сверху. Эпископ, который смотрит сверху. Телескоп, который смотрит далеко, а который вглядывается, этот пастор, вглядывается в мелкие детали, он будет называться микроскоп, да? Вот. Значит, еще было такое, помните, Синедрион, Санхедрин. Это 70 старейших Израиля плюс Маше и Арон. Или еще назывался Бет-Дин. Духовный, высший духовный суд. В латинском языке применялось слово патер – отец, да? Мы говорим об отцах наших духовных, да? Мы говорим об отцах духовных. Авин, наш отец, наш отец Авраам, правда? И он действительно был нашим духовным отцом и есть. И Ицхак, и Иаков. Вот патер означает отец по латыни. А слово «аббат» от какого слова происходит? Аба. Аба. И мы взываем, да? Не «ава» в очи, а «аба». Папочка. Папочка. Опять-таки, некоторые вещи переведены не совсем правильно. Вот в первом салме, там, где сказано «почтите сына» в русской Библии, да? Там буквально «нашекубар» – поцелуйте сына. Но те монахи, которые переводили, они это слово перевели как «почтите», да? И «аба» означает не просто «отец», а именно «папа», «папочка», потому что это слово арамейское. А слово «пастор» ассоциируется с служителями протестантских церквей. Служители, которые служили еврейским общинам, назывались как «каген». Каген, слово «каген» происходит от слова «кагал». Когда евреев собирается много, это называется «кагал», да? А служащий «кагалу» еврейскому – это будет «каген». Каген, да. Кегела, да? Вот еврейское и мессиянское общение правильно называть, да? Кегела. Кегела. А «каганим» были потомками Аарона. Ну, мы знаем причину, по какой. Бог сначала хотел, чтобы были все евреи служителями. Но затем, из-за согрешения Золотого Терца, это было изменено. Вот. Обычно духовным руководителем в синагоге является равен, да? Или раби. Что означает слово «раби»? Рав большой, да? Раби – это означает «уважаемый» или «учитель». Раби или раби. И учителя своего, и что называли ученики, именно так. Правда? Да. Рабуни – это арамейский вариант, как бы более ласкательный. От раби. И раби, он является, с одной стороны, центром, вы помните, синагога, состоит из, как бы, трех. Это дом молитвы, дом учения, да? Поэтому равен – это, прежде всего, учитель. Это тот человек, который хорошо знает Тору, хорошо знает законы Торы, и он является именно учителем. Во-вторых, равен имеет духовную власть. Мы уже говорили, да, вот именно возложение рук – это еврейская традиция. Называется смеха, сам их прислоняться. Смеха, не слеха, слеха – это, извините, или слеза, да? А смеха, может быть, отсюда и смех происходит, русское слово. Вот. И это передается помазание через возложение рук. Таким образом, равен – это помазанный человек, который имеет духовную власть. Согласны? И еще одна функция равена – это быть судьей. У нас в крестьянских общинах редко мы исполняем функции суда. Правда? А к равену часто идут по разным вопросам. Или две соседки поссорились, они не бегут в уголовный или гражданский суд. Они бегут к равену, чтобы помирить. И равен говорит, да, ты, говорит, прав. Другому говорит, ты тоже прав. И приходит его жена, говорит, как это ты сказал? И тот прав, и тот прав. Это же так не может быть. Да, ты тоже права. Потому что главная идея этого суда – не выявить, кто там виноват, и хорошо ему накостылять. А установить мир. И то, что у нас должен быть вот такой суд, да, от слова судить рассуждать, а не от слова бить кого-то наказывать, да. И должны люди приходить к равену, и он разбирается, и он устанавливает мир. Об этом говорит и Новый Завет. Что вещи, которые происходят между нами, кто-то кому-то из верующих дал деньги, а потом не вернул. Или возникают какие-то другие проблемы. И должен при этом кто участвовать? Равен, да? Равен, и если необходимо, если необходимо, еще община. И обязательно должны быть сколько свидетелей? Не меньше двух свидетелей. А если мы имеем что-либо против лидера церкви, то не меньше трех свидетелей. Это часто, кстати, не выполняется в христианских церквях. И часто свои проблемы верующие христиане выносят на какие-то суд неверующих. Вообще мы должны быть очень внимательны к неверующим людям. Потому что они смотрят, они наблюдают за нами. Они нас неизбежно будут провоцировать. Поверьте, они неизбежно нас будут провоцировать. Ты вот это сделал, а вот видишь. Сначала нас будут просить это сделать, а когда ты сделал, они будут нас осуждать. Поэтому Раби, это прежде всего, отметьте, функция, это что? Учитель. Это помазанный человек, который имеет духовную власть. И, в-третьих, это человек, который может осуществлять духовный суд. Похоже это на функции пастора? Вполне, да? Вот. Да. Что означает Раби? Раби, слово на иврите, означает учитель. Арамейский аналог Равуни, мой учитель. Равин, это русское произношение. По-английски Рэбай. Кстати, вы знаете, что Дерибас будет Рабинович. Деребас. Он, Йосиф Дерибас, да. Рабинович. Есть еще другие варианты произношения этого слова. Рав. Рав в современном иврите, это не только обращение к Равину, а вообще означает уважаемый. То есть, синоним обращения мистер в английском языке. Кроме того, Равами называют еврейских мудрецов, прославившихся такованием Торы. Например, Рав Аши, Рав Кук. Рабан. Рабан. Рабан означает большой учитель. Вот если вы встречаете суффикс Н, это означает большой. Да. Ну, вот смотрите. Нехэш это змей, да? Нахшон, большой звей. Да. Гэвер означает сильный, да? Гвартан. Это крутой мужик, да? Так сказать, по-нашему. И так далее. Значит, Рабан получается крутой Равен. То есть, очень сильный. Означает большой. Так называли особо выдающихся еврейских мудрецов. Ну, например, Рабан Гавлиель. Два только человека удостоились в истории, насколько мне известно, титула Рабейну. И обоих звали Маше. От Маше до Маше не было такого Маше. Первый был Маше Рабейну, да? А второй кто? Тоже Маше. Рам-Бам. Рам-Бам. Вы помните, он собрал все законы, рассмотрел все это. И есть еще идишское Рэбе. Рэбе. Слышали, может быть? Рэбе. Это идишский вариант, часто в отношении, да, друховных лидеров хасидских общин. Ну, я считаю, что Рабиным может быть любой человек, достаточно хорошо сведущий в Торе, да? И может выполнять эти функции. Его можно называть Рабиным. Слово Раби означает учитель. Я не Рабин, но я Раби, учитель. И вообще, говорят, любой, кто вас научил хотя бы одной буквы, может так называться. И Рэбе – это духовный лидер общины. Поэтому я, например, был бы довольен, если вы меня будете называть Раби, Валентина Романовича будете называть Рэбе, вот, а Валентина Романовича или Александра Раби Александра будете называть Рабин, да? Вот, или Раби. Правда? То есть, вот так можно называть. Я думаю, в этом нет ничего стыдного, и не надо говорить, что Рабиным можно называть человека, сейчас еще две минуты у нас, который только закончил ортодоксальную Ишиву. Кроме того, кто еще в синагоге служит? Есть кантор, кантор или хазан. Хазан – это ведущий молитву, буквально поющий молитву. Зенгер, хазан, да, зенгер – это петь, да. А кантор – это латинское слово. Иногда он называется шалех цибур. Слово шалех означает посланец, и это точно относится к апостолам. Вот апостолы мы шляхим, да, шляхим. Апостолы, евангелисты и другие посетители. А цибур – это тоже еще одно слово для обозначения общины. Ну, кроме того, есть служка, да, шамес или шамаш, вот, служка. Вот, и, может быть, администратор. Администратор – это человек, ну, я думаю, что администратор и дьякон. Вы помните, что дьяконы первоначально – это не были помощниками равенны, а это были люди, которые именно занимали административную должность, распределение гуманитарной помощи и так далее. Это габай, по-еврейски габай. То есть, если дьякон в такой обычной христианской общине, то можно соответствующе подобрать еврейское – габай. Ну, вы знаете, еще ашеры – это люди, которые наблюдают за порядком общины. Вот я бы так, например, называл в еврейско-мессианской общине служащий. Старосты есть? Старосты есть. Старосты будет закэн. Закэн. Закэн – это борода, да? Закэн – сканим множественное число. И старости, в данном случае, бородатые будут и по отношению к женщинам. Но вообще, вы знаете, что старейшины и женщины редко бывают. Иначе бы их пришлось называть старухами. Николаевна 걱정ит очень такая. Поехалоророт. Спасибо. Спасибо. Спасибо.